Здравствуйте, вас беспокоят в 13-й поликлинике. Хотелось бы узнать, как вы себя чувствуете. В бой идут не только старики, но и студенты. Домирас Арсенгалеева осваивает сестринское дело в колледже имени Ляпины. Уже на четвертом курсе, поэтому помогать медикам бороться с новой инфекцией, пусть даже на полупрофессиональном уровне, ей вполне по плечу. Мы стараемся помогать, как только можем. Я слежу за выполнением предписаний, обзваниваю пациентов, спрашиваю о их самочувствии. Также мы помогали медсестрам процедурного кабинета, взятие мазков, выполнение инъекций. В работе Самарских поликлиник сейчас задействованы десятки студентов-практикантов. Главная наша обязанность здесь – это выявлять температуру пациентов, то есть мы измеряем температуру на входе, дезинфицируем руки. Мы рады помочь людям, если они действительно нуждаются в нашей помощи именно в этой ситуации, которая сейчас происходит. Будущие медсестры и фельдшеры, педиатры и стоматологи. По словам врачей, лишних рук в работе первичного звена сейчас не бывает. Студенты медики, конечно, оказывают нам неоценимую помощь. Вот смотрите, мы привили в этом году, прививочная кампания против гриппа, около 40 тысяч человек. Каждого человека нужно внести в медицинскую информационную систему. Ввод одного человека составляет где-то порядка одной минуты, если это достаточно быстро. Это 40 тысяч минут, которые потратили на нас наши студенты медицинского университета. Представляете, если бы этим занимался доктор или медсестра, то есть сколько пациентов они за это время смогли посмотреть. Обзвонить амбулаторных больных, доставить до двери бесплатное лекарство. Провести сортировку поступивших тестов на COVID-19. Все это сейчас зона ответственности студентов. Гульфия Сафина. События.